Добрый вечер! О самых заметных событиях уходящей пятницы вам расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей и я, Мария Шилова. Смотрите в нашем выпуске. Трудно было усомиться, что действительно будет какой-то подвох. Пермская губерния оставила без жилья. Начался суд над руководителем строительной компании, от действий которой пострадали десятки семей. Употребляли воду для питьевых целей из родников. Желтуха наступает. Заболевших гепатитом А в Перми стало еще больше. Вековой юбилей первого на Урале. Классический университет с размахом отметил свое столетие. Смертельное ДТП произошло ранним утром на трассе Пермь-Екатеринбург. Около шести часов на примыкании обхода Лобанова к старой магистрали столкнулись три автомобиля. По предварительной информации водитель Паршек Айен выехал на полосу встречного движения, где врезался в Ниву, Шевроле и Форд Фьюжн. От удара Нива превратилась в груду металлом. Погибли водитель и пассажирка отечественного автомобиля. Водители иномарок госпитализированы. Одного погибшего пришлось извлекать из искореженного авто с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования. Обстоятельства аварии уточняются. Как мы уже сообщали, в Перми из-за эпидемии вирусного гепатита А на неопределенный срок закрыли родники. Особенно остро ситуация сложилась в Кировском районе. Там с августа месяца опасной вирусной инфекцией заболело уже порядка 50 человек. Репортаж Екатерины Леоновой. Эта вода все закрыта. Не боитесь, говорят, гепатит? Да не боюсь я. Сигнальная лента и предупреждающие аншлаги закамцев не останавливают. Люди по привычке идут на родник, но их ждет разочарование. Трубы подачи воды заварены. Причина – вспышка вирусного гепатита А. Очагом опасной инфекции признан Кировский район, в частности микрорайон Водники. С конца августа в Закамске заболело уже порядка 50 человек. Большинство заболевших употребляли воду для питьевых целей из родников, которые расположены на территории вот этого микрорайона. Сами жители с закрытием родников не согласны. Они считают, что вспышку инфекции спровоцировало отсутствие воды в большей части Закамска в минувшие выходные. Вот здесь рядышком живу, в девятиэтажном доме по улице Пушакова не подвозили никакую воду. И пришлось наключить те ноги? Ну, ну да. А в доме благоустроенном кто-то проверил эту воду, какую мы пьем? Скважина, она и есть скважина? Нет. А гепатит, товарищи, он это самое, когда кипятишь, обеззараживается. Пикантности ситуации добавляют и канализационные стоки на улице Водников, которые стекают прямо в Каму, о чем мы рассказывали в выпусках ТСН накануне. Надо почаще, хочу порекомендовать, анализы делать воды. Очень много стоков, очень много заводов, не факт, что это все соблюдается. Как сообщили в Краевом управлении Роспотребнадзора, с начала года в Перми зафиксировано более 260 случаев заболевания вирусным гепатитом А. Это в три раза превышает среднемноголетний уровень и в пять раз показатель прошлого года. Заболевание опасно своими последствиями – поражением печени. Его симптомы вполне можно перепутать с обычной ОРВИ. Оно характеризуется недомоганием, повышением температуры, тошнотой, рвотой и желтухой. Это заболевание реализуется различными путями передачи. Это водным путем передачи, пищевым и контактно-бытовым. Горожанам напоминают о необходимости обязательно мыть руки перед едой и после посещения туалета. Пить только кипяченую воду, мыть овощи и фрукты. Самой надежной защитой от гепатита А является прививка. Родники же обещали открыть после того, как снизится эпидемиологический порог заболеваемости. Екатерина Леонова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Миллион квадратных метров за сезон. Речь идет об итогах кампании по дорожному ремонту 2016. Это в три раза больше, чем ремонтировалось, скажем, три года назад. Работы велись во многих районах, в том числе и отдаленных. О том, как масштабный план воплотили в жизнь, расскажет Евгений Гуляев. 2016 год в Перми стал по-настоящему годом дорожного ремонта. Благодаря выделению дополнительных средств из городского и федерального бюджета, общий объем ремонтных работ удалось увеличить в три раза до более чем 1 миллиона квадратных метров. В среднем в каждом районе города было отремонтировано от 10 до 15 дорог. По инициативе губернатора Виктора Басаргина в этом году до 30% средств Дорожного фонда края выделялось на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения. Краевая столица получила 400 миллионов рублей. Кроме того, Перми дополнительно из федерального бюджета на ремонт дорог было выделено 350 миллионов рублей. В список включили самые проблемные участки, на которые обратили внимание горожане. Это как центральные улицы, так и отдаленные районы. О итогах дорожного ремонта перед губернатором отчитался временно исполняющий полномочия главы Перми Дмитрий Самойлов. Это просто ключевые улицы для города Перми. Это улица Куйбышо, это улица Карпинского, это улица Мира, это улица Ленина, это улица Целинная, это улица Гальперина. То есть все жители города Перми отмечают, что в этом году объем выполненных работ по текущему ремонту очень значительно и такого объема практически не было никогда. Вот я живу на второй вышке, там сделали дорогу только-только недавно. Замечательно положили асфальт. Крахаля хорошие стали, то есть удобно вообще стало по городу ездить, быстро, качественно. Как мы уже рассказывали, завершилась реконструкция двух крупных развязок по улице Макаренко и у площади Восстания. На Макаренко строительство двух дополнительных полос позволило значительно разгрузить дорогу, а круговая развязка сделала заезд на Садовый более комфортным. Вблизи площади Восстания, помимо реконструкции непосредственно самой развязки, еще и провели капитальный ремонт прилегающих улиц. Оперативно здесь благодарен город и наше Министерство транспорта. Оперативно была подготовлена объектовка, то есть на какие объекты будут направлены эти ресурсы. Скажу, что по этой части мы отмечаем практически стопроцентное исполнение. Весь объем выполненных работ можно посмотреть на интерактивной карте, которая размещена на сайте городской администрации. Евгений Гуляев, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Горожане жалуются на пробки, возникающие в районе недавно реконструированной площади Восстания. Виной всему светофор у сада Сверлова. Долгое время он работал в предупреждающем режиме, а несколько дней назад его включили. В результате затуры на улице 1905 года начали возникать даже днем, не говоря уже о часах пик. В Пермской дирекции дорожного движения проблему признали. Работа над ее устранением ведется. Перекресток проблемный. Недаром он так долго был в желтом мигающем режиме, потому что мы понимали, что включения светофора здесь беспроблемным не будет. Один из режимов был включен. И действительно образовалась довольно длинная пробка. Затор был до Гудвина и дальше. И поэтому вчера уже новый режим был прошит, скорректированный. Сейчас мониторинг сегодня будет проведен. И будет принято решение, нужно ли еще его менять. Отрегулировав, мы надеемся добиться обоих эффектов. И достаточно хорошего пропуска транспорта на поворот. И в то же время, чтобы было безопасное период времени, когда могут пешеходы перейти дорогу. Потерянная улица, потерянные деньги. В суде Мотовельхинского района слышается дело в отношении топ-менеджера строительной компании «Пермская губерния». Граждане, вложившие свои средства в возведение жилых многоквартирных домов в районе частного сектора, остались и без средств, и без вожделенных квадратных метров. Кошмарного все не могли предположить. Настолько была встреча обаятельная. И обещания замечательные, что трудно было сомниться, что действительно будет какой-то подвох. Люди до сих пор отказываются верить в то, что их попытка приобрести жилье обернулась в фиаско. Несколько лет назад они заключили договор инвестиционной деятельности в компании «Пермская губерния». Но мечта о собственных квадратных метрах, что называется, разбилась в дребезги. В одном здании застройщик возвел только часть первого этажа. О другом доме говорят лишь вбитые сваи. Было привлечено более 30 миллионов рублей от данных граждан по договорам. И, соответственно, она утверждает о том, что все эти денежные средства были направлены на строительство. Данные денежные средства были использованы не по целевому назначению. Самое главное нарушение, которое меняется, это строительство без разрешения на данное строительство домов. Руководитель фирмы-застройщика оказался в скамье подсудимых. Женщине предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. По делу проходят более 20 потерпевших. Большинство из них уже 4 года скитаются по съемным квартирам. А одна женщина вообще не дожила до суда. Между тем, бизнесвумен, завалившая стройку, считает себя виноватой лишь в том, что понадеялась только на свои силы. И нанятые ею подрядчики не оправдали надежд. Моя подзащитная в данном случае считает, что никакого умысла на хищение у нее не было. Единственное, в чем она себя корит и говорит о том, что у нее не имелось строительного образования. Соответственно, она доверилась в этой стройке, в этом строительстве людям, которые этими знаниями по ее представлению владели. Сейчас на этот земельный участок наложен арест. Подсудимая рекомендует обманутым клиентам объединиться в жилищный кооператив, снова вложить свои кровные и на эти средства достроить дома. Но потерпевшие, а это преимущественно молодые семьи с детьми и пенсионеры, говорят, что и так отдали все, что у них было, и не готовы начинать все с нуля. Подсудимой грозит до 10 лет лишения свободы. Елена Иговцева, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей. Шоу «За стеклом по неволе» завершено. В ответ на попытку бизнесменов обжаловать вердикт о сносе надстройки Coffee City по Ленина 98, апелляционный арбитражный суд оставил решение о ее демонтаже в силе. Напомним, летом прошлого года жители пятиэтажки выступили против появления летней веранды над кофейней. Варят, что-то режут, искры летят, разговоры разговаривают. Веранду возвели, и обитатели квартир на втором этаже оказались нос к носу с посетителями кофейни. Администрация Дзержинского района направила иск в арбитраж, потребовав у владельца кафе снести террасу и лестничный марш. Судебные тяжбы затянулись более чем на год. Все это время кофейня работала. И вот в деле, наконец, поставлена точка. Собственник обязан в ближайшее время привести здание в первоначальное состояние, демонтировать самовольно возведенные сооружения в течение 60 календарных дней. Вкус победы жителям дома портит лишь опасения, что весной собственники кофейни могут реанимировать пристрой, и люди станут участниками нового сезона шоу «За стеклом по неволе». Пермский классический университет продолжает принимать поздравления с днем рождения. Столетие первого на Урале вуза отмечается несколько дней. Основные события развернулись накануне на территории кампуса. Для студентов и гостей университета устроили праздник городского масштаба – фестиваль вековой. О его событиях – репортаж Евгении Караксиной. Юбиляр первый на Урале университет отмечает столетие с серьезным размахом. На территории студгородка возвели огромную сцену высотой в 12 метров, где и происходили основные события фестиваля. Праздничную программу открыли ректор и деканы всех факультетов, которые предстали перед зрителями в образе древнегреческих богов Олимпа. За неиссякаемую чашу! За вековой юбилей! Ура! Шесть тематических площадок, что называется «На вкус и цвет». Мини-сцену у студ-клуба окружили поклонники рока. В помещениях собрались любители интеллектуального отдыха. Там провели чемпионат по уличным танцам и поэтический рэп-баттл. Везде можно походить, везде интересно. Даже не знаешь, где постоять, где посмотреть, какой концерт. ПГУ – это настолько большая семья со своим корпусом, со своим местом в мире. Атмосфера, культура и прочими событиями. На самом деле, это самое большое учебное заведение у нас. И оно настолько масштабно. Праздник себя оформляет, проводит, что завидно всем. Как представитель другого вуза, Пермской академии медицинской, но тем не менее, очень завидовала. На поляне рядом со студенческим клубом особая атмосфера. Там разожгли 12 костров по количеству факультетов университета. Большинство мероприятий праздничной программы проходят под открытым небом. И чтобы окончательно не замерзнуть, здесь оборудовано специальное место, где сейчас идет Негрушинский фестиваль. Здесь каждый может подойти к костру и просто погреть руки. Это такой аналог популярного, наверное, Бабардовского фестиваля, который проходит у нас в России. Вот мы хотели создать такой вот своеобразный аналог, где люди так или иначе связаны, ну, во-первых, с университетом, которые любят романтику, которые любят путешествия, которые любят походы. Постарался географический факультет и кафедра туризма нашего университета, собственно, которая специализируется на туризме, на таких вот всяких вот примочках туристических. На основной сцене до полуночи сменяли друг друга различные исполнители. Пермский, ансамбль имени Дягилева и пятый корпус, группа Курара из Екатеринбурга, а также Питерский уличный театр «Огненные люди», под аккомпанемент которого в полночь, словно инопланетный гость, появился стокилограммовый праздничный торт. Юбилейную ночь продолжил масштабный фейерверк, после чего на сцене появились хедлайнеры фестиваля «Популярная группа Каста». Мероприятие завершилось глубокой ночью, но празднование столетнего юбилея на этом не закончилось. Сегодня торжественный вечер в Пермском театре оперы и балета, а завтра вуз ждет всех выпускников на день встречи. Евгения Караксина, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. История авиации и ракетостроения в жанре стрит-арт. На бетонном ограждении бывшего завода Сверлова в натуральную величину изображены самолеты и вертолеты, космические и боевые ракеты. Граффити – продолжение проекта, начатого еще в прошлом году. Картина настолько велика, что может войти в Книгу рекордов Гиннеса. Репортаж Юлии Языковой. Вместо холста – заводское ограждение. Вместо кистей – более тысячи баллончиков с водоэмульсионной краской. Ну а в качестве объектов для изображения – около двух десятков самолетов, пять вертолетов, две ракеты. Двигатели для которых создавали в Перми. В прошлом году здесь была нарисована техника времен Великой Отечественной. В этот раз художники отразили послевоенный период. Тут особо интересно было делать те объекты, которые более реалистичные. Например, МИГ-31. Там очень много деталей. Устройство в разрезе. И понять его масштабы – это не то же самое, что увидеть его на стеле, а рядом с ним постоять. Это совсем другое, ощутить этого масштаба. Почти все образцы техники нарисованы в натуральную величину. За каждым из объектов – целая история, о которой журналистам рассказали инициаторы создания гигантского граффити, специалисты предприятия «Пермские моторы». Вот самолет Ил-14 с 50-х по 80-е годы – рабочая лошадка гражданской авиации. Перевозили на нем и пассажиров, и грузы. У Пермского моторного завода был для этих целей собственный авиаотряд. На одном из заводских Ил-14 служил бортмехаником отец Ларисы Калашниковой. Она рассказывает, работа очень сложная и ответственная. Нередко самолет приходилось поднимать в воздух с перегрузом. Для Ларисы Николаевны изображение самолета на стене – память об отце. Там бортовой номер стоит 13-353. Просто я когда вижу, он просто вот каждое утро провожает меня на работу в ее университет и встречает нас. Просто я когда вижу, у меня прям аж… Это не объяснить. Вот стратегический бомбардировщик Ту-4, с борта которого в 1951 году на испытательный полигон была сброшена первая советская атомная бомба. А это сугубо мирный Ан-2, прозванный кукурузником. Вертолет-гигант Ми-6, на котором в середине прошлого века установлены мировые рекорды скорости и грузоподъемности. Вертолет, который поразил в свое время мир, он у нас настолько огромен, что он даже не вошел у нас в полный размер. Как мы там не компоновали, пришлось его нарисовать все-таки меньше. Общая длина этого арт-объекта почти километр. Теперь авиамузей под открытым небом может войти в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая картина, нарисованная с помощью баллончиков с краской. Заявка сейчас находится на рассмотрении. Юлия Языкова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Надеюсь, в Книгу рекордов, Телевизионная служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова